Так, короче, девчата, у нас сегодня главная миссия, вы поняли, да? У нас сегодня будет, как говорится, рецепт веку. Сегодня будем рубить, как он, пельмени от шузубарев делал. Кушал, господи, кушал. Я сюда же, что рубаху одела Испания, або я побачу, скажут, откуда-то она сорвалась. Это самое, ну там, хоть в пижаме, мать вот так. Ну, как всегда, девочки, ну я сегодня представительная, вы ж поняли. Короче, ну, дырка есть, мать вот так. Надеюсь, не сильно видно, не? Ладно. Будем пельмени делать. Помните, какие они, да? Вот тут с креветками, там с яйцом и с луком. Который Санюк говорил, что батек, что классные пельменчики. Девки, я честно говоря, я уже два дня хожу, я больна. Вы знаете, там уже начинаю приготавливать. Так что давайте будем пробовать рецепт, вот это что страшное. Так хочется попробовать. Ну, неужели они такие вкусные? Кстати, кто там новенький у меня, у меня не кулинарный канал, нет. У меня блог из Испании. Мы тут живем немножко весело в Испании. Уже 25 лет. Ну, и как-то с юмором, малеха, тоже. Правда, мои хорошие? Ну, мало ли чему, что-то новенький заскачет, скажет. Осьо, осьо, осьо вам, Испания, Испания? Хай заходят, правда? Я, если что, то же из Украины, из Херсону, так что... Все, бачите, как собака погрызла. Ой, я ненавижу их робить. Вот это, знаете, творила этих самых вот креветок, такой ужас, гляньте, с этой пенкой, без пенки. Ну, короче, сварилась. Тут нашинковала вот таким вот способом два яичка. Трошечки лучка зеленого. И вот у креветняк у меня такой вот, бачили, да? Вот такие, хай они трошки остынуть. Рецепт, короче, я посмотрела на страничках. Там многие писали, что там без яйка, другие с яйками. Но я слышала, что Санек говорил, что надо с яйком. Так что будут у нас креветки с яйком, с луком. А, еще петрушка нужна. Подождите, еще петрушку надо покрашивать. Кстати, девочки, хотите секрет раскрою, а? Гляньте, купил маме свежий лук. Она его заморозила. Так что у нас будет замороженный лук. Ну, думала, может вот этот вот спереть, а? Гляньте, ну тут же два пера, буквально два пера. Ну, короче, настрогала еще немножко и петрухи. Слушайте, я не знаю, как вы, но я обожаю чеснок. Может, туда кедонем немножко чесничка такое, чтобы было. Ну, Санек рассказывал, что они остренькие. Туда кедонем табаску. Табаску это такой острый перец, жидкий там. Ну, короче, остренький тоже будет. Теперь ты чесничка осюбачила? Пластмассовая вся фигнюшечку положила, чтобы не вымазывать и руки не порезать. Мама научила, блядь, чуть пальцы не построгала себе. Она же научила мне на мелкую, а я на крупную. Ничего, мать ее так, пожрему. Я не знаю, как моя мама нарезает, чей стругается и чеснок. У него так классно получается. Взяла, положила эту самую фигню. Так раз, 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 загребнула аккуратненько. И все готово. Таня, блядь, чуть пальцы себе не построгала. А прикиньте, пельмени с тайными пальцами. Кстати, я видела, что Санеку зажил именно маленькие такие креветочки, что они там выпрыгивали у него, да, прям выпрыгивали с вареников или пельменей. А у нас будут испанские гамбоны, а хули нам. Я думаю, не испортим, правда? Ребят, у меня больше нету. Клянусь, больше нету. Кстати, девочки, вы помните, да? Вы помните, на Новый год мы докушивали всю коробку? Я не понимаю, а что четыре? А где остальные все? А почему мы эти не поели четыре? Я что-то дупля не отбиваю, я вам клянусь, а? Вот это позор! Ну ничего, девочки, у нас там два яйки, немножко всего, так что я думаю, что вот чего нам хватит. Порезала, мне кажется, я подсчитала каждый кусочек для каждого пельменя. Чего, пропорция так ничего получилась. Слушайте, вы знаете, а у меня гениальная идея пришла. Чтоб туда немножко так добавить, доварганить, да? Мне мама все приготовила, фарш рыбный, для котлет завтра. Может, стырим малёго туда добавим, чтоб сочней было, а? Эй, рыба туда не идёт в рецепт, туда только вот эта идёт. У меня просто гамбы мало, креветок. Так, а заценяйте, какой перчик, а? Это мне подарили, гляньте, от Барно, я наш ароматный, пахучий. Сейчас мы сюда и добавим. Я надеюсь, меня мама не выматюкает, опять скажет, наперчила. И знаете, что я ещё добавлю, чтоб оно сочненькое было? Креветочки, где варили, чтоб оно хорошенько всё тут перемешалось у нас. И добавлю немножко этого фаршечка рыбного. Одной ложкой, думаю, не испортим, и никто не заметит, что мы её стырили. Мама их привидит. Вам от нас испанский рецепт, как робить всё моевочку обыкновенную, видели, да? Сольчик посолили, сложили, чесночка, петрушечки, вот так вот испанцы роблять. Когда много оливкового масла, как раньше это было по рецепту, туда не доливают уже, а? Бо оно у нас на вес золоту. Вот вам классно видик смотреть, а? Я уже, блядь, здесь полчаса мантую, прикиньте. Чтоб поснимать, надо было посуду перемыть, только что масло херанулось, блин. Чуть не наеб... Вот так вот мы снимаем видео. Так смотришь, да, вроде 5 минут. Раз, два, три, так легко. Понеслось, а тут, блин, надо ещё посуду мыть, блин. Короче, такой расклад у нас получился. Сейчас будем с тесточком заморачиваться. Посолили, поперчили, всё на глаз, трошки водички. И сейчас шайтан-машинка, как Валюха говорит, будет залеплить тесто. Тварьки, у меня всё на глаз, полностью, всё абсолютно. Кстати, вы знаете, я вам такую скажу вещь, гляньте, от креветок уже помыла. Вот ту ещё тоже надо мыть. Всё засрано полностью. Вот честно, я так думала, на кого хера я не пошла в азиатские, не попробовала их там. Вот честно говорю, а? Стоять, я делаю посуду, всё вымазывать. Ну, короче, уже начали, будем делать. Так, короче, тесто наше уже лежит. Я-то, в принципе, кондитером была, представьте, в Украине, а? Будем вспоминать старые времена. Кстати, вы тут не залипайте сильно, что я вам буду тут возле такие пельменчики готовить. Сейчас так настрогаю лапти, чтобы побыстрее. Я уже жрать хочу, честно говорю, клянусь. Я их делаю, у меня уже прямо привкус идёт. Какие они, а? Короче, пока я здесь качаю нафиг, ребята, хоть зайдите там, пролистните моё видео, может, что-то понравится. У нас здесь тоже классная компашка. Ребята, я вам клянусь, сейчас зайдёт мама, с собаками гуляет, и сейчас скажет, ну тебе, блядь, как захочется чего-нибудь. Хоть сыры, хоть падай, хоть вот ночью делай. Вот точно, а? Уже скоро темнеть будет, блин, прикиньте, да? А я ещё стругаюсь, стою, да? Так что, когда буду пробовать, чтобы потом быстро-быстро поставили все лайки. Пожалуйста, ага, пожалуйста, а? Ваша кондитер уже настрогал возит лапёхи. Водичка поставлена с солякой. Ну, лаптики, лаптики. Мама мне по морде дала такими лаптями. У неё всё-таки не получается. Хренушки, не буду я делать. И давайте начиняться. Кстати, ей завтра ещё, хе-хе-хе, на её вареники хватит. Гляньте, гляньте, что у нас вот всё. Вот корочка и корочка. С кабачков синих. И вот всё, компотику, дивиться, ага. Вот всё, с апельсинами, по-испански. Вот сейчас колдую, блядь, хоть бы креветку не пропустить, а? Спокойненько, спокойненько. Мне ещё пять осталось, подождите, а? Сын пресса. Статор пришёл. Я остановилась, не знаю, что делать. Или варениками, или пельменями. Короче, ни вам, ни нам. Ни так, ни сяк. Но вы заценяйте это, а? Вы только заценяйте это, а? Одного не хватило. Пипец, опять надо руки пачкать, а? Слава богу, тесто осталось. Мама говорит, да кто Зубарев такой? Я говорю, так зайди, набери в интернет и посмотри. Александр Зубарев, блогер. Оценяйте моё любимое число. Тринадцать, товарищи. Ла-ла-ла-ла. Смертельный номер. Я ещё лаврушку кинула, кстати, а, товарищ. Готовимся. Чуть не пельмени не убежали, а? Куды пошли, куды пошли, а? Ну что, дорогие, пришло время пробовать. Гляньте, со шваброй сзади, а. Не распробовала. Ммм. Ммм. Ребята, это просто обалденно, охренетительно вкусно. Я вам клянусь. Но мне кажется, нужно было больше добавить креветки. Если бы ещё была целая креветка, каким куском, знаете. Обалденно вкусно. Кстати, надо будет попробовать тоже ещё сделать с рыбным фаршем. Таким остреньким, чесночным. Сейчас позовём нашего главного дегустатора, а. Теперь, Санёк, я тебя понимаю. Какая вкуснятина. А ну-ка, давайте. Ну что, мамочки, как тебе вареники? А ну давай. Бонни распробовала. Я не думала, что вкусно. Ммм. А знаешь, что там есть? Попалась эта креветка. Мгм. Попалась? Вот, вот, странно. Круг, перчик. Ага, шо с чем? Ммм, знаешь, это приправа какая-то. Яйцо. Яйцо? Ага. Нифига себе, там яйца, сколько она его не распробовала. Давай хомяч. Кстати, у нас здесь два трупа получилось. Ну, разворилась от рушечки. Так шо, советуем. Да, правда? Вкусно. Очень вкусно. А ещё, как зубарев делает креветку целую вовнутрь, это вообще будет класс. Как говорят, семьей большой ничем не щёлкают. Так шо, пошла я, пока я снимаю. Ну, конечно же, обязательно поставьте Испании лайк. Я себе долила остренького соуса, я к Санёк кушаю. Так шо, всем приятного аппетита. Что, начинаем наше утречко. Родные мои, драгоценные. Гляньте, какая-то стада у нас, да? Это маленькая тарелочка. Вы только гляньте, какая она миниатюрная. Блин, честно, вот скоро будет огрызок вообще давать, а? Ну, ничего, будем худеть. Доброе утречко. Как дела, ребятки? Выходные, выходные. Так, мне началось идти скупляться. Мама дала задание, говорит, давай шуруй. И сегодня мы собираемся ехать за город. У моего, ну, как вам не нравится, как я называю, зятя, поедем в загородный дом. И отдохнем там денечек, немножко развеемся. Так что сейчас надо пойти кое-что подкупить и пойдем в мерка-до-ночку. Кстати, девочки, я сегодня наконец-то выгляжу как человек. В принципе, очень многие ребята не знают, я понимаю их. Я постоянно снимаю видео, когда я иду на работу. А вы на работу в чем ходите? Ну, в принципе, зависит от чего вы работаете. Ну, так вот, сегодня я решила одеться. Ну, в магазин сходить, не на выход. Сегодня одела, гляньте, а? Заценяйте. Красопета, а? Красопета. У нас, кстати, немножко жарко. Думаю, пока схожу в меркодонку. Приду, сейчас буду я опять взмыленная. Ну, если не хоть на человека, похоже, правда? Правда, губи намазалась сегодня блеском, потому что, блин, губи обветрились. Пипец вот этого ветра вчерашнего. Ой, девочки, давно я не ходила с тележечкою скупляться. Боже, тележка, честно говоря, блин, страшно глянуть. Тебе на цей позор, а? Ну, это ж кошмар какой-то, а? Ой, я, мне кажется, еще и замужем была с этой тележкой. Кстати, у нас в Испании женщины очень популярно пользоваться тележечками. Но не такими конченными, как у меня. Да, девочки, сегодня такой день чудесненький. Сегодня поедем за город отдохнуть хоть немножечко. Сегодня собираемся делать мы барбекю. Не знаю, будем ночью делать или завтра утром. Так что помните место, когда я ездила в такой мини-отпуск с дочкой и зятем? Мы ездили, наверное, год назад, где-то так было, зимой тоже. Заценяйте, да, у нас вот все. У городе есть сразу магазинчик, девочки, и, в принципе, и мальчики. Так что у нас здесь все прямо возле мусарни. Заценяйте, а? Так что это здесь нормально. Это здесь все нормально. Когда ходишь пешком, все смотрится абсолютно по-другому. Правда, ребятки? Я когда на машине постоянно проезжаю этот пролет, и у меня нет подставки на машине. Вчера ходила ее смотрела, и, честно, я вам скажу, без подставки на машине, ну, невозможно показать вам, что есть по городу. Хотя я думала об этом, чтобы ее купить. Честно, зона у меня обалденная. Я живу рядышком, все рядышком. Меркодонка, вон, видите, да, через дорогу. Вообще-то я смотрела вот эти вот камеры, знаете, есть, вешают, ну, наверняка у вас, у многих, у всех в машинах есть эти камеры, которые можно просто-напросто, когда едешь, включаешь, записываешь полностью город. Хотя, в принципе, у нас здесь это не особо практикуется. Смотрите, у нас здесь такой чудесненький отельчик, Вертисе, и там у нас все меркодоночка. Прямо как летом, да, ребята? Вот скажите, солнце шмалы. Нашла свои старые кроссовки, гляньте, купила на Алиэкспресс сто лет назад. Такие удобные, а что за них не вспоминаю, понятия не имею. Ой, давно я здесь не была, девчонки, давно. Первым делом, мне надо собачий корм купить нашим собаченцам. Мы в последнее время начали брать вот этот вот, сколько он стоит? 5,50 Адультос по Ютернера. Они его так любили в детстве, а сейчас, я не знаю, сейчас надо будет посмотреть. Я покупала вот такие крокетки, да, они мягенькие, но что-то он не особо им не понравился. Они что, у меня беззубые? Надо будет посмотреть такие вот фрагансы мне в комнату. Наверное, вот эту возьму. Я тоже посоветую вам вот эту вот, видите ли, да, покупаете зарядку. И вот этот вот, этот самый вот, очень вкусный. Включайте врезеточку его, ребята, а это столько. Он может на месяца полтора у вас держаться. И запах постоянно меняется, видите, да, переключается. И я возьму себе для зала вот эту. Что у нас здесь с моющим? Нам надо взять хлорочку. И мама попросила, чтобы я взяла, вы цены смотрите, да, для пола. Для пола. Я уж не знаю, что взять. Наверное, вот это спа возьму или розу. Понятия не имею. Девочки, кто у меня спрашивал насчет уксуса? Вот написано виногрей, для лимпьеса. Для того, чтобы убираться, ваших краников вообще чудесненько. Тует он 90 центавров. Хлорочку за 80 центавров. Нужен обезжириватель. Смотрите, здесь разница какая. Син из пума, это без пенки. И здесь у нас кон из пума с пенкой. Так что смотрите, ну я в принципе не люблю пенку. У нас, ну вот, 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 вот. Потому что это для, в основном, загрязнений больше таких, вы понимаете, да. А нормальный вот такой хороший. Сколько у нас там стоит? Евро-15. Нет, он у нас стоит Евро-45. Обязательно нужно взять упаковочку с собой пивка. Видите, да, 3,48 стоит 12 штучек. Дешевенькая, мне очень нравится, и легкая. И, короче, возьму себе вот такие вот сальчички. Сколько они там стоят? Вот эти вот свиные, 3,37. Возьму замороженные вот эти вот крылышки. Как раз один килограмм, но нам там всем хватит. И дети будут покупать там, что у нас здесь есть еще, ляшечки 5,80. Будут покупать свое тоже. Стали купить что-то, поужинать сегодня для себя. И я вот это вот возьму. Сейчас, гляньте, какая красота. Свиные эти самые вот. Ужин готов. Ха, все заморочки. Короче, я передумала. Не буду я сальчичи брать. Так, я возьму буханочку хлеба себе сегодня с мамой покушать. Гляньте-ка у меня сегодня перекусик перед тем, как ехать дорожку, а. Ай. У мамки золотые ручки. У меня, честно говоря, вот я делаю больше всего, скажите, шо, фаршированный перец, а на это у меня сил не хватает и терпения. Не знаю почему. С компотиком, гляньте, домашненским. О, сейчас будем собираться. Субтитры сделал DimaTorzok